Канал «Утро февраля» и уже военный журналист и волонтер Роман Бачкало готов выйти с нами на связь. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Ну, конечно, хотелось бы спросить, у вас самое важное, а сейчас освобождают, уже освободили Ирпень, освободили Бучу. И какая там ситуация, что вы знаете, может быть, что вы видели и какие военные преступления удалось зафиксировать на этой территории? Вы знаете, на этой территории действительно, как мы видим сейчас, происходили самые настоящие военные преступления. И я, как военный журналист, побывав во многих горячих точках, начиная от Афганистана и заканчивая Конго, я такое видел, пожалуй, один раз в Сирии, когда боевики так называемого исламского государства устраивали такие вот символические казни, связывали руки своим жертвам, клали лицом вниз и просто стреляли в затылок. Таким образом, они расстреливали местных христиан, другие конфессии, с которыми они были не согласны. Я бы никогда не мог подумать, что подобное я увижу в Буче, в Ирпене, и что наши украинские граждане таким образом будут расстреляны, в кавычках, братьями из России, у которых такая же вера и, казалось бы, вроде бы корни похожие. Но то, что сейчас мы видим там, это самые настоящие военные преступления. И просто вот нет слов, нет слов от того, что происходит там сейчас. Если говорить о социальной стороне этого вопроса, то, конечно, это самая настоящая гуманитарная катастрофа. Парализованы все, ну то есть начиная там от канализации, электричества и всего остального. Поэтому нам предстоит огромная работа по восстановлению инфраструктуры этих городов. Городов, которые всегда отличались тем, что они современные, тем, что они активно, экономично развивались все эти годы. Но сейчас вся эта территория откинута на много лет назад. Но главное, что действительно боевые действия там прекращены, как и по всей Киевской области. И могу заверить, что действительно российских террористов в Киевской области на сегодняшний день нет. Ну, может быть, какие-то отставшие от обозов где-то скрываются по лесам, дрожат от страха, что будут найдены. Но в целом ситуация действительно стабилизировалась. Я видела вчера обзор Дмитрия Комарова в инстаграме. И он рассказывал о том, что в Буче заминированы даже детские площадки, заминированы двери, заминированы входы во двора. Какая ситуация с Бучей и с другими городами? И сколько уйдет времени на разминирование? Потому что это действительно опасно. Они минировали практически все, что видели на своем пути. Очень сложно сказать, потому что по правилам войны есть международные конвенции, которые регламентируют боевые действия. При минировании территории должны составляться минные поля, карты минных полей. Так вот, когда боевики той или иной стороны уходят, они должны эти карты передавать. Но, наверное, уже с того момента, когда наступает перемирие. У нас, с одной стороны, никакого перемирия нет. С другой стороны, я уверен, что Россия эти карты никогда не передаст. И я даже не уверен, что они их составляли. Поэтому сейчас сказать, сколько времени на это уйдет, невозможно. Мы не знаем, сколько там мин. И поэтому очень тяжело дать оценку. Вот я вам приведу такой пример. Допустим, голландские высоты в Израиле. Я там был пару лет назад. Так вот, боевые действия на голландских высотах в Сирии были очень давно, много лет назад. Но на некоторых участках разминирование происходит до сих пор. Чтобы вы понимали, в Израиле третий этап разминирования – это пастбище. Просто на те или иные территории запускается скот, коровы, овцы. И вот они там протаптывают территорию, и периодически подрываясь, они тем самым, с одной стороны, оберегают жизни людей, которые бы там ходили. А с другой стороны, это показывает, насколько это длительный процесс. Это так называемый, как я уже сказал, третий этап разминирования. А первые два – это сапёры, работа специализированных групп. И это всё растягивается на годы. Поэтому я очень надеюсь, что разминирование Буча и Рпеня не займёт годы, но как минимум это займёт месяцы. И когда люди смогут вернуться, жители этих городов, в свои дома, на данный момент я считаю, что невозможно сказать об этом определённо. Точно это произойдёт не завтра. Вы на своей страничке в Фейсбуке описывали, как наше ВСУ защищает нашу землю. И вот как раз-таки на севере Украины зашли войска, которые пугали и держали в страхе весь мир. Это кадыровцы. И всё-таки наше ВСУ смогли их выбить. Значит, не такие уж они страшные. Расскажите, как это было. Вы понимаете, они в принципе не страшные. Они страшные только, когда они, вооружённые до зубов, противостоят мирным жителям. Женщинам, старикам, детям. Когда они этих женщин насилуют, когда они расстреливают их, там, я не знаю, стариков, отцов, матерей. Вот и в чём они страшны. Больше ни в чём. Как показал опыт этой войны, то как раз-таки вот в боевых действиях они неэффективны. Они могут сделать красивые фотографии в Инстаграм, отрастить большую бороду, одеть суперкрутой коллиматор на свой автомат, суперкрутую разгрузку, продемонстрировать это всем. Но это всё, знаете, как что называется, ряженые. Это ряженые войска. Их роль была в другом. Они в Украину были направлены из России не для того, чтобы тут воевать, а для того, чтобы устраивать террор на оккупированных территориях. Это чистое, вот если сравнивать с вермахтом, это вот чистое СС, которое устраивало карательные операции. Вот то же самое устраивали кадыровцы на территории Киевской области. И то, чем они сейчас занимаются в районе Мариуполя. Поэтому я бы вообще не оценивал их боевую способность. Я бы оценивал только степень их бесчеловечности и беспринципности. Поэтому с точки зрения военной эффективности, то, видимо, направляя их сюда, задание Путина и же с ним было только одно, чтобы устраивать панику, устраивать показательные казни. И вот это, собственно, то, для чего они сюда прибыли. И то, чем они здесь занимались и, наверное, на востоке Украины продолжают заниматься. Ми-28 развалился в воздухе. Можете прокомментировать, в чем уникальность этой ситуации и что это за тактика такая «Танец страха»? Сложно сказать. Видимо, настолько неподготовленный уже летный состав и, собственно говоря, вертолеты, авиация в целом военная в Российской Федерации, что даже подобное происходит. Также хочу обратить внимание, что уже неоднократно фиксировались случаи, когда российские пилоты, катапультируясь, разбиваются, потому что им подрезают стропы, неправильно складывают парашюты, по той причине, что если они выживают, то потом они в Украине дают пресс-конференции, признаются в своих преступлениях и в том, что они выполняли преступные приказы. Поэтому там у них свои какие-то внутренние диверсии, разборки, возможно, это какая-то одна из них. Но самое главное, что мы увидели на примере Ми-28 и на примере другой боевой техники российской, что уровень подготовки гораздо ниже того, на который они рассчитывали. Я думаю, что Путин, он находится в неком таком информационном вакууме, он не пользуется интернетом, он всю информацию питает из донесений тех своих подчинённых, мнению которых он доверяет. Естественно, ему всё это время рассказывали, как прекрасно содержится его армия, как у них там всё замечательно, как всё современно и так далее, все регламенты, в частности, авиа, скажем так, самолёты, вратолёты, как это всё вовремя ремонтируется и так далее. Но мы сейчас увидели, какие у них проблемы с снабжением, как им катастрофически не хватает тех или иных компонентов, как это всё, видимо, в России разворовывалось все эти годы. И поэтому я думаю, что тот же вертолётный состав гораздо ниже подготовлен того уровня, который был заявлен. И теперь, когда они несут огромные потери, в том числе и вертолётов, то им приходится бросать уже в Украину те, которые, видимо, стояли в резерве и на самом деле не были подготовлены, не были отремонтированы. Но они уже вынуждены использовать даже такой авиационный парк, и мы видим результаты. Мариуполь. Это сейчас одна из самых горячих и самых болезненных точек. Вчера просто вот все публикации, которые были в СМИ от людей, которым удалось эвакуироваться из Мариуполя, вызывали ужас, слёзы. И просто, ну, это невозможно даже описать, что чувствует каждый украинец, считая то, что пережили люди из Мариуполя. Сколько населения удалось эвакуировать? Сколько людей ещё осталось, мирного населения в Мариуполе? Работают ли гуманитарные коридоры? И какова вероятность максимально вывести население из Мариуполя? Потому что понятно, что когда начнётся вторая фаза войны на Востоке, а эта ситуация назревает, то мирному населению нужно будет уходить с этих территорий для того, чтобы наши войска смогли защищать эту территорию. Ситуация в Мариуполе очень тяжёлая, очень сложно оценивать её в цифрах, потому что картина очень меняется, и мы практически не получаем из Мариуполя каких-то оперативных данных, и можно говорить только оценками. На сегодняшний день, я думаю, что в Мариуполе осталось ещё в районе 100 тысяч человек, большая часть населения находится в каких-то подвалах, укрытиях, и с ними практически нет связи. И город, в полном смысле этого слова, сейчас не контролируется ни украинской стороной, ни вражеской стороной, российской. Поэтому та сторона, где, собственно, на сегодняшний момент военный контроль осуществляет российская сторона, то они просто украинцев угоняют, как рабов, как скот, они просто формируют их в колонны и просто увозят насильно, не спрашивая их мнения, хотят ли эти люди уезжать, в какую сторону они хотят уезжать. Естественно, никто не хочет уезжать в Россию, но просто людей заставляют это делать. И мы фиксируем, что мариупольцы подают сигналы своим родственникам, кто-то из так называемого ЛНР, а кто-то уже даже из Мурманска. Поэтому точно в цифрах очень сложно оценивать. И сейчас, по сути, происходит самая настоящая гуманитарная катастрофа, которая, на мой взгляд, по своему уровню и по своему ужасу уже превзошла Сребреницу в Боснии и Герцеговине. Всё то, что мы видели во время войны в Югославии в середине 90-х годов. Вот Мариуполь, наверное, на сегодня, для Европы после Второй мировой войны это самая страшная военная трагедия, которая произошла с тех пор. Известны о случаях воровства, массового воровства детей для того, чтобы прикрываться детьми и выводить свои войска. Правда ли это? Где это происходило? И куда забирают этих детей? Это правда. Это то, что мы наблюдали в той же Киевской области. Во время своего отхода из Ирпеня, из Буча, из Гастомеля, из других населённых пунктов российские оккупанты использовали детей просто как щит женщин. Они просто прикрывались ими. Продолжение следует...